Самая главная тенденция, на которую следует обратить внимание, это явный рост влияния региональных держав и соответствующее уменьшение роли глобальных держав на Ближнем Востоке. Мы, к сожалению, последние годы очень часто следовали за такой довольно примитивной концепцией, что всё, что происходит на Ближнем Востоке, не только там, это в основном дело рук глобальных держав. Я всегда считала это примитивным, но в любом случае сейчас мы видим, что в регионе есть четыре основных гегемона. Это Израиль, это Турция, это Иран и Саудовская Араль. Вот, собственно, отношения между этими странами, их интересы и амбиции, они в значительной степени воздействуют на то, что происходит в самом регионе. Рост этого гегемонизма со стороны региональных держав, он поставил вопрос о том, что привычная для нас формула, что развитие экономических связей является своего рода страховочной сеткой, что взаимозависимость в бизнесе, она является страховочной сеткой, к сожалению, тоже вот эту формулу сейчас можно поставить под вопрос, потому что мы видим, что политические амбиции, политические представления очень быстро обрушивают двусторонние экономические отношения. Это и пример Турции, и пример Египта, но Египте тут всё-таки другое. А вот пример Турции – это очень явный пример того, как авторитарный лидер, такого уже, я бы сказала, султанистского типа в Турции, он, исходя из собственных представлений о том, какую роль сейчас играет Турция в регионе и в мире, идёт на совершенно очевидное обострение отношений. Второе, то есть уже, наверное, третье, о чём я хочу сказать, говоря о возможных рисках, это, собственно, наша собственная политика на Ближнем Востоке, это наша политика в Сирии, и хотя я считаю, что на глобальном уровне нам удалось сейчас достичь определённого сдвига позитивного, прорыва, как хотите назовите, прорыв, наверное, слишком сильно сказано, но сдвига, потому что благодаря российскому вмешательству в Сирии мы изменили там баланс сил и открыли некие возможности для начала политического диалога, вместе с тем, в том, что касается наших отношений с региональными державами, наша политика в Сирии далеко не всегда эти отношения облегчает. Во всяком случае, мы видим Турцию, мы видим пример Египта, я совершенно не уверена, что у нас всегда будут идеальные отношения с Ираном, потому что у Ирана есть свои, так сказать, амбиции и свои представления о том, какую роль он должен играть в Сирии, ну и не говоря о сунницких арабских государствах, которые без особого энтузиазма относятся к тому, что мы делаем в Сирии. То есть я хочу сказать только одно, что, в принципе, наши двусторонние отношения, включающие, естественно, и развитие бизнес-партнёрства, и развитие атомной энергетики, они будут зависеть вот сейчас вот от этих политических настроений и от этих политических изменений, с которыми мы будем сталкиваться на Ближнем Востоке. Ещё один момент тоже, на мой взгляд, очень важный – это непредсказуемость событий. Конечно, для России очень важно развивать сотрудничество с государствами Ближнего Востока и в ядерной энергетике мирной, разумеется, тоже, никто это никогда не будет ставить под вопрос. Под вопрос может быть только поставлена наша возможность сделать это наиболее эффективно, и наша возможность сделать это так, чтобы это всегда отвечало нашим интересам. И последнее, что я хотела бы сказать, что посмотрите, несмотря на события арабской весны, которая, конечно, декларировалась как некая демократизация региона, на самом деле только Тунис может быть условно назван некой историей успеха. Всё остальное, что мы видим, это либо развал государств, либо укрепление авторитаризма. Они на самом деле тяжело просчитывали. Их намерения, их амбиции, они очень тяжело просчитывали. История с Турцией, она лишний раз это подтверждает. Субтитры создавал DimaTorzok